Всем привет! Это Аудиомания. В одном из наших видео мы рассказывали, как тактовый генератор помогает передавать цифровой сигнал без потерь. Сегодня мы расскажем о других вариантах цифрового подключения, обеспечивающих высокое качество звучания. Интерфейс HDMI способен передавать в высоком разрешении не только видео, но и музыкальный сигнал. Его пропускной способности достаточно даже для передачи DSD-потока, что позволяет поддерживать данный формат на AV-ресиверах и некоторых стереофонических цифроаналоговых преобразователях высокого класса качества. Важно отметить, что для передачи цифровых сигналов в интерфейсе HDMI используются помехозащищённые балансные соединения с отдельной шиной синхронизации тактовой частоты приёмника и передатчика. Благодаря этому в стандартном подключении HDMI обеспечивается канал передачи данных без джиттера. Некоторые производители Hi-Fi техники используют порты и кабели HDMI для передачи цифрового потока E2S в чистом виде. Такие устройства несовместимы со стандартным HDMI протоколом, но между собой образуют прочную цифровую связь без какого-либо джиттера. В большинстве современных реализаций поддерживается максимальный нативный поток DSD-128 и PCM с качеством до 32-бит 384 кГц, хотя технический потенциал обоих вариантов интерфейса позволяет увеличивать эти цифры. Более доступной и широко распространенной альтернативой HDMI-соединению стал совершенно классический интерфейс USB. Цифроаналоговых преобразователей, оснащённых входом USB, представлено великое множество. А современные цифровые источники сигнала – это по сути свои мини-компьютеры, поэтому обеспечить подключение одного к другому не составляет особого труда. Подавляющее большинство USB-приёмников, устанавливаемых в цифроаналоговых преобразователях, являются асинхронными. В отличие от разных версий синхронных интерфейсов SPDIF, HDMI и E2S, в асинхронном соединении USB процесс передачи данных полностью контролируется приёмным устройством. А значит, в подобной связке к источнику предъявляются менее строгие требования. При этом USB обладает максимальной реализованной на сегодняшний день пропускной способностью, поддерживая DSD-512 и PCM 32-bit 768 кГц. Подведём итоги. Для того, чтобы повысить качество передачи цифрового сигнала, можно использовать 4 различных метода. Синхронизировать устройство с интерфейсом SPDIF от внешнего генератора, использовать синхронные интерфейсы HDMI и E2S или задействовать асинхронный USB протокол. Все 4 метода позволяют минимизировать искажения цифрового сигнала до исчезающих малых значений, а основные отличия касаются пропускной способности и степени распространённости каждого интерфейса. Послушать устройство с различными типами цифрового подключения вы можете в салонах и шоурумах аудиомании, а получить консультацию не только лично, но также онлайн и по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.